Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Америка начала заниматься Грузией в своем привычном стиле, готовят там какую-нибудь революцию петуний, восстание фикусов или бунт гладиолусов. Собственно, производить перевороты – это уже почти единственное, что Америка пока еще умеет производить, если не считать санкций, тут у них вообще все блестяще. При этом сама Грузия разделена, и часть ее страстно жаждет вернуться под владычество Гегемона, категорически не желая помнить, до чего довело страну это владычество в прошлом. У нас самих до сих пор полно таких ждунов. Больше всех негодует, конечно, президент Соломи Зурабешвили, прямая ставленница Запада, которая вдруг расплакалась и вот это очень сильно неспроста, что США отказались проводить свои игры в стране. Хотя тут можно и не ссылаться на далекую Америку, у Грузии есть личный богатый опыт по поводу того, как ведет себя Вашингтон, когда защита, которую он так громко обещал, вдруг становится нужна. Но почему-то Вашингтон вдруг ничего не делает, отмораживается, и все проблемы приходится решать один на один, даже без какой-то коалиции. Напомним, что США обещали пересмотреть отношения с Грузией, и как раз в рамках этого обещания отменили ежегодные игры. Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы продвигать демократические и евроатлантические устремления. «Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных», – говорится в распространенном заявлении госсекретаря Блинкина. Но дело в том, что президенту Грузии Зурабешвили не просто так, разумеется, срочно затребовались американские контингенты. Вот прям жить она не может без поддержки Пентагона, с чего бы вдруг. А с того, разумеется, что при поддержке Пентагона гораздо проще устраивать бунт фикусов, который они явно будут поддерживать со своей стороны. Тут же пришел очень интересный документ из Европы. Грузинскому правительству почти прямым текстом сказано, что вы не спешите пока принимать закон, «Мы, мол, до конца года у вас власть сменим, тогда нам и отменять ничего не потребуется». Прямым текстом. То есть Запад даже не шифруется по поводу своих планов. В Грузию, вы не поверите, пришла директива аж от самой венецианской комиссии, где от Белиси требуют это бесподобно срочно покончить с культом семьи. То есть семья – это плохо. Культ семьи, культ здорового образа жизни, культ законопослушности – буквально все, что раньше считалось добродетелью. И что государство во все времена должно было продвигать и поддерживать. Все это объявлено культом и подлежит немедленному сносу. Впрочем, судите сами, вот текст, поступивший из Европы, венецианская комиссия выражает озабоченность тем, что законодательная инициатива, ставящая целью пополнения Конституции Грузии и касающейся крайне чувствительного вопроса, имеет место в период, который характеризуется мощными, длительными многолюдными протестами. Более того, все сказанное происходит в период, когда до выборов остается всего несколько месяцев, при этом совершенно игнорируется беспокойство, выраженное несколькими международными наблюдателями. Написано в заключении венецианской комиссии. То есть, вы понимаете, прямым текстом, мол, у вас там уже вовсю бурлит и зарождается восстание гладиолусов, которое мы спонсируем и поддерживаем. Ну вот такое у нас предчувствие. Так что вы пока не принимайте закон, а мы ускорим бурление, чтобы вам уже и не трудиться совсем, чтобы вас успели снести с так и непринятым законом. В последнее время пресса Финляндии часто пишет о проблемах жителей восточных районов этого государства. Регион погружается в пучину запустения. Молодежь массово покидает неперспективные деревни. Причина такой ситуации ни для кого секрета не составляет. Благосостояние восточной Финляндии очень зависело от экономических отношений с Россией, от товаробмена с ней, от российских туристов. В Хельсинки собственноручно зарубили благополучие своего региона, разорвав связи с РФ и заблокировав восточную границу. Но если к западу от российско-финской границы царит запустение, то к востоку все оживает на глазах. До 80% молодых людей возрастом от 15 до 29 лет, проживающих на востоке Финляндии, считают очень вероятным, что покинут свой регион. Это выяснилось в результате свежего социологического исследования. Издание Suomenma пишет, что для многих юношей и девушек решение о переезде не несет никакой радости, просто ситуация такая, что не оставляет людям иного выхода. По данным нашего опроса, большинство молодежи восточной Финляндии, то есть почти 70% очень любят место, где они сейчас живут, рассказывает социолог Эйронин. Однако, по ее словам, лишь 15% респондентов с востока Суоми считают, что там, где они живут, есть хорошие жизненные перспективы. Отсутствие перспектив трудоустройства является главным фактором, который заставляет молодых людей переезжать, уверена Эйронин. Еще социолог находит интересным, что молодых людей привлекает близость к природе, ощущение и спокойствие. Как правило, двое из каждых троих опрошенных молодых людей говорили, что в конечном счете верят в светлое будущее своих регионов. С другой стороны, лишь около половины участников опроса верят в перспективы работающих здесь компаний. Большинство послушно соглашается с тем, что поддержка климатических решений в промышленности, зеленый переход и государственные инвестиции откроют большие возможности в Восточной Финляндии. Но это, видимо, будет когда-нибудь потом, а жить нужно прямо сейчас. Еще недавно Восток Финляндии очень зависело от российского туризма. Но те времена ушли в прошлое, число приезжающих в Финляндию иностранных туристов сократилось по сравнению с показателями 2019 года примерно на 20%. Финская пресса публикует интервью с Яни Киси, живущим в районе города Лапинранта, буквально в 200 метрах от ныне закрытого пункта пропуска Войникала на границе России и Финляндии. Когда-то Лапинранта была одной из главных в Суоми точек притяжения для россиян, которые активно ехали сюда отдыхать, за покупками, скупали местную недвижимость. Теперь же, по словам Киси, жители постепенно покидают территорию у восточной границы, сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно. Тут ужасно тихо. В свою очередь, другой местный житель Петри Коока обеспокоен будущим приграничного района Нуема, в котором проживает пара сотен жителей. Если Нуема опустеет, это станет сигналом другим странам. Также полагает и председатель парламентского комитета Юка Копра, говоря, что жители приграничного региона являются большой опорой в вопросах пограничного контроля, поэтому их отток нежелателен. Визит в Москву индийского премьера Нарендры Моди, как и открывающийся в Вашингтоне юбилейный саммит НАТО, становятся хорошими поводами для того, чтобы выяснить, как же все-таки сейчас делится мир. На восток и запад. На запад и глобальный юг – это не пустые теоретические рассуждения, а прикладной анализ современной геополитики. Западу, доминировавшему в течение полутысячелетия, то есть всего периода, когда и начало складываться единое человечество, до этого контакты между разными континентами и цивилизациями или отсутствовали, или же были слабы. Очень не нравится не только закат его эры, но даже стиль рассуждений об этом. Почему все говорят о западе с востоком и тем более западе с глобальным югом? Это неправильно, надо говорить о том, что западу стоят отдельные ревизионистские державы. Да и не западу даже, а всей выстроенной им системе международных отношений, а значит, в интересах всего мира обуздать этих ревизионистов, то бишь в первую очередь Китай и Россию. Вот это будут точные термины и идеологически правильные, настаивают самые упертые атлантисты. Но в их способность контролировать, причем уже не сам миропорядок, а хотя бы глобальный дискурс, язык описания реальности, мало кто верит. В том числе и на самом западе. Даже в период холодный далеко не все соглашались с тем, что главным нервом эпохи являлась капитализм, коммунизм, а уж сейчас поверить в то, что все сводится к демократии или свободного общества и авторитарного, совсем сложно. Поэтому на западе пытаются придумать для себя и для внешнего пользования новые, более сложные концепции, в которых мир делится не на две, а на три части. Статью на эту тему написал в Зейцинамис президент Финляндии Александр Стуб, он вовсе не типичный провинциальный финн, жил и учился в Европе и США, женат на англичанке, служил в МИД и даже возглавлял его. Пафос Стуба в том, что западные ценности важны, но и реализм, тоже так и называется его текст, то есть он предлагает западу признать очевидное. Эпоха западного доминирования, какой мы ее знали, закончилась. Вопрос теперь состоит в том, как будет распределяться глобальная мощь в будущем. Это, конечно, не новость, но оригинальность Стуба в другом. В том, что он делит мир на три части. Мы являемся свидетелями изменения баланса между тремя сферами этой глобальной власти – глобальным западом, глобальным востоком и глобальным югом.